Всем привет, дорогие проводники, я вас благодарю, Мариночка, начну с тебя, так как ты открывала сессию, начну с тебя, ну прям за твои потоки, за сопровождение твоих кураторов, за твоё сопровождение, за твои сердечные потоки, благодарю. Прямо включилась так в поток, я потом вышлю фотографию, рисунка, включилась прям в поток, и прям такой мощный, такой наполняющий портал у меня получился, и прям всё так рисовалось, рисовалось вообще, даже никаких мыслей не было, какой взять цвет, а какую-то куда точку поставить, вот просто вот включился поток, и просто я его выводила через руки, через цвет, через ощущения, прям очень здорово. И мне кажется, он ещё будет дополняться какими-то такими штрихами, потому что я так на него смотрю, что там, либо он будет дополняться именно в тонком плане, энергетически насыщаться, как ты говорила, либо, может быть, даже мне захочется что-то ещё туда внести, но пока вот, пока так, в общем, потоки мощные включились, мне очень понравилось. И потом, девочки, вас благодарю, тебя, Леночка, за то, что ты открыла такие потоки, держала, проводила, поле формировала, так заботливо раскрывала свои крылышки, всех держала. Агата, тебя благодарю за музыкальное сопровождение, такие музыкальные коды, звукокоды просто распространялись. И сегодня так интересно, мне показывали, не знаю, посмотрю, как там у всех других раскроется. Мне показывали, показали огромный кристалл над землёй, и он всё время как бы менял форму, то он цветок, то он кристалл, то он шар энергетический, который, как некая такая живая структура, которая охраняется Галактической Федерацией, Союза Кураторов, который помогает сонастроить людей, которые сейчас в развитии находятся, которые сейчас находятся в Вознесении, которые находятся в формировании своих, через осознанность, да, формирование своих световых тел. Вот эта вот структура такая живая, она очень мощная, прямо от самого источника, и которая прямо вот распространяет такие некие лучи с кодами. И вот сегодня прямо было подключение вот к этому источнику каждого, и у каждого ещё показали, что у каждого прям свои индивидуальные процессы шли, но за счёт вот подключения к этому источнику могли быть вот такие болевые ощущения в коронной чакре, ну, как вот сдавливание, придавливание, и даже до боли могут доходить. И показывали, как вокруг каждого вот такие спиральные, торусные потоки золотого света вот от этого источника выходили, прям вокруг каждого вот такое закручивание было, и мягкое-мягкое обволакивающее встраивание, и прям вот эти потоки работали прям индивидуально. Если в прошлых сессиях были какие-то такие общие ещё вот работы друг с другом, то здесь именно общее было то, что мы, вот этот источник с нами работает, и прям вот через этот источник все-все вот кураторы поля Земли входят там до самого источника, до Абсолюта, и получается, что земным душам послались через этот источник такие чистые первозданные коды Абсолюта, и планетарным душам посылались такие коды, которые продолжают активировать и разархивировать память, память именно не на клеточной основе, а именно память на энергопамять, можно так сказать, для того, чтобы мне прям показали, как вот, что когда планетарная душа, она начинает вспоминать свои жизни, ту жизнь, которая происходит, да, земным воплощением, то она начинает видеть вот этот мир, он как сон, на самом деле. Вроде бы это всё реально вот у нас, да, но это как сон, как некая такая иллюзия, и здесь тускло, на самом деле, по сравнению с тем, что происходит там. Это таким образом происходит в, как сказать, в большинстве своём времени душа себя ощущает и воплощается на других планетарных системах, вот, другие планетарные активации чувствуют, вот, и именно вспоминается именно вот эта основная большая часть, процентная часть вот этого проживания, потому что земная, земные воплощения, они такие, ну, маленькие проценты имеют у планетарных душ. Поэтому прям показывали, как активация её такая мощная для того, чтобы вот эти коды начать опять распространять и включать звёздные души, звёздные семена на пробуждение, на распространение вибраций, частотности и поднятие Земли, потому что Земля тоже переходит в свой такой некий галактический, как сказать-то, подобрать слова. Хорошо, когда через кураторов я говорю, потому что они так чётко информацию подают, вот, когда я начинаю говорить от своего высшего Я, через себя провожу информацию, я начинаю плавать, да, вот. Так вот, Земля переходит в такой некий галактический, тоже скачок делает на цивилизационном уровне. Вот почему именно сейчас очень много звёздных планетарных душ сейчас находится, потому что Земля, человеческие, земные души также переходят именно в цивилизационный скачок мощный. Вот, и показывали вот эти потоки, которые встраивались в нашу структуру, встраивались в наше энергополе, и так нежно-нежно-мягко. Сегодня тоже очень такая была нежная и мягкая работа происходила, и показывали, что у каждого прямо она индивидуальна была, то есть по запросу, какие мы намерения и запросы сегодня формировали, заходя в поле, вот те процессы и происходили у каждого. Ну, общие я уже сказала, да, какие были, а вот именно прямо сегодня такая индивидуальная-индивидуальная-индивидуальная работа происходила. Вот, я благодарю, прям сегодня так очень хорошо. А, и сегодня тоже хочу сказать, сейчас я закрыла, чтобы не светило мне солнце, глаза у меня, окна перед собой, и мне сегодня, если я раньше проходила, ну, там, либо с повязкой, либо я прям закрывала все жалюзи, то сегодня мне захотелось прям включить солнце, я открыла, у меня просто солнечная сторона и жалюзи, я открыла все жалюзи, просто светило солнце, и это был, вот это золотое свечение просто меня синхронизировало с этими, еще больше синхронизировало с этими потоками, потому что с закрытым окон прям чувствовался вот этот золотой свет, теплый свет солнца, потому что солнце, проекция нашего Солнца прям вот в синхроне была с центральным Солнцем всей Вселенной и прям тоже подавала такие, мне прям захотелось включить. Ну, это, видимо, мои индивидуальные какие-то запросы были, вот, мне включилось Солнце. Еще тоже так интересно, у меня сегодня сын должен был, ну, остался дома, именно сегодня там домашнее такое обучение, он обычно встает, ну, как бы делает свои дела, а сегодня у меня что-то научники, я сегодня включила себе ноутбук, а не с телефона, и у меня наушники, никак не могла их подключить, ну, и поэтому я сделала погромче, и звуки распространялись не только мне в уши, а по всей квартире, и после сессии вот, буквально я там встала, пошла, захожу, а его просто вырубила, то есть он занимался, занимался там своими делами, и вот эти звуки распространялись, просто ребенка унесло в эти потоки, так интересно, я говорю, так не старсовать, тебе там еще уроками заниматься, и так далее, вот, поэтому такие интересные сегодня потоки происходили, благодарю девочке за ваши, за ваше проведение, за ваши соностройки, рада была сегодня присутствовать вместе с вами. Актернышка, благодарю, если пять минут у тебя еще есть, не выключайся, может, что-то дополнишь, потому что я сейчас хочу тоже сказать после тебя, да, абсолютно, вот у меня точно такое же видение, что сегодня, но поскольку было в задачах, ведь они же ориентируются на программу, вернее, как, у меня была подана программа, я же не сама ее придумывала, да, что мне нужно проводить, то есть это в резонансе с теми потоками, которые идут, и причем я не знаю, какой день будут, какие будут энергии, я не могу этого предвидеть, но программа создается заранее, и я уже интуитивно считываю, что нужно подавать. И вот вслед за марининами, марининная активация, то есть это тоже пробуждение чувствования, пробуждение тоже самого видения внутреннего, и пришла наша практика, активация, что было, значит, очень тонкая самостройка именно энергетических тел, вот как было указано, что на идеальное звучание, то есть звуки энергии работали как камертон, настолько точно, настолько индивидуально, вот каждого подтягивали, чтобы у всех каждая клеточка звучала идеально, чтобы это вот внутренняя система, каждая чакра вошла в абсолютный резонанс, чтобы вся энергетическая система, все чакры сонастроили, чтобы клеточки туда же вошли в этот резонанс, чтобы все органы звучали, чтобы человек стал вот этим идеальным энергетическим существом, которое звучит и которое которая излучает именно ту энергию, которую должен излучать не те искаженные в связи с нашей жизнью, в связи с нашими мыслями, а именно первоначальные свои энергии, с которыми он вообще воплотился. То есть вот эта распаковка пришла. Я видела, как работали индивидуально, вот эти лучки подавали, настолько бережно каждому. И был запрос также на исцеление. Я понимаю, что сейчас у многих пойдут процессы исцеления, потому что если энергосистема выровнена, то, естественно, пойдут уже выравнивания в физическом теле. Вы наблюдаете за собой и самое главное удерживая сейчас вибрации, которые вам поданы. Потому что именно на этих вибрациях будет дальше ваше физическое тело самостраиваться на свою идеальную, на божественную матрицу. Что еще было? Показали третий глаз, была очень активная работа с шишковидной железой. Значит, активировалось ясновидение. Но вы понимаете, что ясновидение может выражаться в разных формах. Там интуиция, чувствование. По-всякому, у кого как придет, у кого как. Но то, что работали с распаковкой этого чувствования, да, это так оно и было. Что еще? Потоки были на землю поданы. И, как Ниночка сказала, солнце. Его просто показали. Как вот нас раскрутили, как единое. То есть нас настолько самостроили сегодня, вот даже как единое. То есть мы настолько быстро вошли в резонанс, что получилось, что мы превратились в эту свечащуюся сферу. Нас раскручивали. А это солнце. Вот мы своей энергией просто вот залили всю землю солнцем, светом, окружились теплом своим. То есть мы проработали и себя, и планету. Вот, может, я что-то еще вспомню. Просто много всего происходило. И потоки Агаты. Агата, спасибо. Агата. Да, да. Входные потоки просто. Ниночка, можешь дополнить? Так было, да? Знаешь, мне нечего дополнить. Вот у нас с тобой, ну, как бы, может быть, разными словами, да, сказано. Но, в принципе, одна основа, вот, мне нечего дополнить, ну, все четко, вот, у тебя, у меня просто синхрон, да, на то, что ты говоришь. Именно так, вот эти лучи и вот это первозданное, ты говоришь, энергии, это прям такое включение эталонного состояния, эталонной работы каждой клеточки. Вот именно эталонность сегодня такая была включена, можно так сказать. Все правильно. Кто-то не осознает, но вы почувствуете, у вас поменяются реакции, у вас поменяются отношения к многим событиям. Вам просто, знаете, если будет по-честному, вам будет все равно на них, вот честно, вам будет все равно. Потому что, как Нина сказала, мы живем действительно в иллюзии. И те, которые мы настоящие, мы совсем другие. Вот мы сейчас возвращаемся к своей первозданности, к своему внутреннему источнику, к своему яркому этому свету, с которым, вообще, которым мы есть. Поэтому вы сейчас будете с улыбкой наблюдать вот эти все в клоунаду, которые происходят, да, и, естественно, для всего из причины, но у вас отношение смягчится, и вы будете просто уже видеть это все сверху, а не внутри, за сценой. Да, тоже идет информация, вот ты говоришь, что просто не будет включать, да, не будет что-то такое вот интересовать, то есть квантовый скачок. Да, для того, что до такой степени ваш внутренний мир перед вами раскрывается, и он до такой степени такой глубокий, такой бесконечный, такой интересный. И там столько всего, что хочется познать, почувствовать, увидеть вместе с другими, потому что это здесь мы разъединены, да, а на более высоких мирах, можно так сказать, мы как некие, вот как же, даже те же самые цивилизации, это что? Это некий такой комплекс сознаний вот всех существ, которые вот определенные этапы свои какие-то проходили, тоже проживали, то есть они, это соединение, да, то есть это не одно какое-то существо, а это вот такой коллективный, коллективный разум, коллективное сознание, такое коллективное, которое единое, да. И вот сейчас тоже будет включаться многих, что соединяться с другими, именно соединяться по резонансу, по резонансу своей души, по резонансу своего высшего я, по частотности, что будет прям отпадать, и сегодня были такие включения, что будут отпадать прям вот такие интересы, которые раньше там какую-то сплетню там услышал, про кого-то там поговорить, будет неинтересно. Будет неинтересно, у кого что там, у каких-то там звезд, нашей там, не знаю, эстрады, нашей земли, просто будет именно интересно развитие свое внутреннее, свой внутренний мир, и будет хотеться находиться наедине с собой, первое, потому что мы тоже соединяемся именно с собой, через такое вот уединение, потом стремление соединиться с другими, с такими же, где повышается частота, где ты синхронизируешься, и будут прям вот такие интересы отпадать, когда что-то было, что-то было интересное, сейчас прям просто будет не захватывать, вообще не захватывать, просто неинтересно, можно будет удивляться, вот раньше мне это удовольствие приносило, раньше мне было интересно там туда-то пойти, я не знаю, там, на какие-нибудь уяснительные мероприятия, там, пойти, где-то много людей, а вы будете понимать, что именно, что не со всеми людьми вы резонируете, и не со всеми нужно, то есть вы будете находить, как свою семью, семью духа, и не со всеми, не со всеми вступать в резонанс, то есть такая чувствительность, и такая вот отборность будет, и именно погружение в свой внутренний мир, именно красота, раскрытие красоты своей, поэтому, да. Так, Ниночка, благодарю тебя, благодарю за шикарное дополнение, ну, мы с тобой всегда в синхроне, планеты одни, руководство одно. Благодарю тебя. Благодарю тебя, да, я отключаюсь. Да, хорошо. Даю слово другим. Да, благодарю тебя, Ниночка, до скорой встречи. Марина Николаева, можно тебя к микрофону, пожалуйста? Да, да, да. Я здесь. Мариночка, тоже выскажись, пожалуйста, выскажись, пожалуйста, по поводу второй части, а потом дадим уже слово участникам. Это было очень красивое погружение, и хочется начать с того, что как только я, ну, закрыла глаза и начала слышать звуки, они настолько входили в меня, что мне открылось, знаете, какое видение? Это вот погружение в свою собственную глубину. Но оно такое было яркое, будто бы вот мы сотворили, значит, эти порталы, и через эти порталы, да, как будто бы у меня такое считывание происходило, как вот у каждого, да, какие у людей запустились процессы. Это была такая скорость, вы знаете, это как будто бы вот ты несёшься по какому-то туннелю. Я даже просто сидела и понимала, что меня немножко, это, от скорости куда-то уносит, ну, вот назад. Я такая, так, 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 ага, я здесь. Ну, то есть прям реально заштормила. Очень высокая скорость, вот погружение в свою собственную глубину, она прям была ощутима. Это было удивительно, потому что впервые у меня были именно вот такие ощущения. Далее, что происходило? Как будто бы наши порталы, у меня первая часть погружения вот прям была связана с порталами, какие люди их сегодня создавали, они мне даже виделись, да, и словно они стали образовывать какие-то геометрические такие фигуры, и они были все разные. Сначала один образ, он плавно перетекал в другой, и вот эти вот потрясающие геометрические создания, линии, они между собой танцевали какой-то танец невероятный, и потом появился такой круг, и вот как мы там камушек кидаем, да, в воду, и вот эти вот круги, 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 они стали вот так вот набирать обороты и увеличиваться, и много-много-много вот этих кругов я увидела, и как будто бы какой-то момент, да, и произошла такая синхронизация, и вот эта общая пульсация такая прям живая, очень активная, плавная, мягкая, я видела вот эту пульсацию, очень она погружала, достаточно долго вот этот образ у меня был, и вот эти ритмы, да, когда мы синхронизируемся с природой, с нашей планетой, ритм сердца, и вот это единство вот в этом красивом образе, ну, это было что-то вообще невероятное. Далее, что ещё я увидела? Было, да, показано то, что те порталы, которые мы создавали, они будут дополняться, и эта сессия, она как раз и открыла вот эту глубину, которая и будет доставать из людей всё больше и больше внутренней энергии, которая идёт из нашего источника. И у меня всё откликается, всё, что говорила Минель, всё, что говорила ты, Еленочка, ну, вот прям, ну, очень схожие видения, но у меня были ещё вот такие яркие картинки, ну, такое дополнение. Да, и про то, что Минель, да, говорила уже о том, что сейчас люди будут, ну, словно пробуждаться, словно то, что интересовало раньше, будет уже неинтересно. Вот это тоже виделось, как люди в какой-то момент, да, и это словно вот по какому-то щелчку, да, происходит, что просто бац, и ты понимаешь, что, а это я? Ну, я себя узнаю каким-то новым, что я вообще всё воспринимаю по-новому. И вот это такое приятное удивление, да, у людей, то есть они встречают внутри себя вот это приятное удивление от самих себя, когда вот эта вся шелуха слетела, и вот эта истинная природа, да, она становится ощутимой. Вот такие представления, чувствования, ощущения были в процессе. Мариночка, благодарю тебе. Да, за эти звучания, они были очень ласкающими, мягкими, погружающими в чудесное путешествие. Я благодарю сердечно. Благодарю, Мариночка, благодарю тебя. Благодарю. Можно попросить выступить Светлана? Всем доброго дня. Доброго дня. Елена, ну, во-первых, я себя благодарю за твою инициативу проведения вот этих медитаций. Это, во-первых. Во-вторых, то, что всё пространство изменяется, расширяется, и то, что пришла идея приглашать мастеров и начинать с них. И соответствующий настрой на дальнейшую медитацию получать – это просто великолепно. Сегодня я слушала Марину, смотрела, как она включает всех нас в поток, и как мы все вошли очень плавно и легко в сотворение каждого своего портала, и через свет, и через формы, и через звуки, которые она издавала. Это было просто необыкновенное погружение. И я очень благодарю за эту находку, и мне хочется тебе предложить и дальше это делать, чтобы буквально это может быть недолго, 30-40 минут, но это действительно вносит определенную энергию, еще более расширяющую, еще более трансформирующую, еще более творческую. Так что я благодарю тебя, Елена, за эту идею, за реализацию эту идею, великолепно. Марину благодарю за тот поток, который она сформировала, и который благодаря вот ее гармоничному состоянию внутреннему нам всем передался и настроил нам дальше, вот именно на созидание, на сотворение, потому что мы творили в одном пространстве, у нас уже соединилось это поле, и вот этим полем мы потом вот вышли в следующую медитацию, Лена, она сегодня была удивительная. Тобой было предложено поработать, кто с чем хочет, и в этом тоже великая, великая мудрость, потому что тут нет одной какой-то цели, это как бы отдельный вид медитации, а здесь есть возможность творить то, что ты хочешь в моменте сейчас. И когда я подумала, что я хочу сейчас работать с планеты Земля, и я работала в этом потоке удивительным. Во-первых, мне хочется спасибо огромное сказать Агате, потому что сегодня были просто чарующие звуки, это было так мягко, так размеренно, так проникновенно, и это способствовало еще большему погружению в эту работу. Я работала с Землей, я увидела ее в каких-то, в какой-то вот, как будто она оплетена какой-то сеткой, из которой она хочет выбраться. И вот под эти звуки, вот под эти энергии, которые передавала Елена, и которые мы все объединяли в этом потоке, вот эта сетка, она уходила, она растворялась, буквально преобразуясь в какие-то световые частицы, и все чище, чище, кристальнее, красивее становилась наша планета. Я прям видела весь этот процесс ее очищения, и это занимало какое-то время, и мне это было просто все удивительно наблюдать. И в один прекрасный момент я слышу, как сознание Земли говорит, передай послание, передай послание. Я сажусь, и вот такое послание пришло. Вы, мои дети, чистоту вибраций повышая, любовь даря планете и себе, свои границы расширяя, сливаетесь в единое сознание, объединяя свои эфирные поля с пространством света, перетекая своим ярким светом, лучи сознания направляя на меня. Вы мне любовь свою несете, и вас одариваю я единым полем восприятия, гармонии внутри себя. Несите свет, любите Землю, вращайте ваши меркаба. И еще самое интересное, что я записала, опять погрузилась в медитацию, и я поняла, что это у меня прям пришел такой инсайт, что это пространство и это поле может каждый из нас использовать, но использовать, может быть, не очень красивое слово, но тем не менее, да, вот для того, чтобы сотворить что-нибудь свое, и вдруг пришел, у меня такой пришел инсайт, создать безоплатную группу. И прям вот пришел текст. Дорогие, приглашаю каждого, кто хочет проявиться в пространство любви и света, проявить свои дары, рассказать о себе и представить всем нам, участникам канала, свою уникальность и свой инструмент. Так каждый из нас начнет делиться с миром тем, кто умеет, найдет себе близких по духу людей, и мы начнем более близко общаться друг с другом. Занятие по вторникам, время 11.11, первое занятие 31 января. Вот это пришло в эту практику. Поэтому я всех приглашаю 31 января в 11.11 в мой канал Вселенная 369, пока будем там, а там, может быть, какую-то группу организуем. Приходите, каждый будет иметь возможность проявиться. Начнем что-то сотворять новое. Так что я благодарю всех участников процесса, абсолютно всех. И Марину, и Лену, и Агату, и Нину, и всех-всех, кто здесь был. И так радостно, что количество участников растет, и что есть такой большой отклик. Благодарю, благодарю, благодарю. Благодарю, Светлана. Мы с тобой обязательно встретимся на наших новых сессиях. И ты будешь у нас главным участником в первой части. Мы с тобой свяжемся, это все обсудим. Благодарю тебя. Благодарю. Благодарю. Пожалуйста, кто хочет, у нас буквально, наверное, минут 13, потому что следующая сессия скоро начинается, с Алланой на канале Унинель, поле сотворения, поэтому у нас совсем мало времени. Кто желает, пожалуйста, берите микрофончик. Алло. Алло, можно я скажу? Да, пожалуйста. Благодарю, Елена. Благодарю, Марину. Благодарю, Агату, за прекрасную сессию. Тело до сих пор вибрирует. Вот, я нахожусь в таком фиолетовом состоянии, фиолетовый свет кругом, вокруг меня, я в нем полностью. И прям вот чувствую, как он в меня входит и входит все больше и больше. Когда начиналась наша сессия, первая часть, во время того, как Марина еще говорила, я почувствовала, что я уже хочу начать рисовать, и внутри, в районе сердца почувствовала желтый свет, он прям шел из меня во все стороны, и этот свет просился на бумагу. Я начала желтым карандашом, фиолетовым это все рисовать. И фиолетовый свет тоже прям вот был вместе, рядом. И вот прям рисовала, рука ходила ходуном. В общем, рисунок получился, очень мне нравится. Я прям вот вижу три портала, которые я вижу на этом рисунке. Вот, и быстренько по второй части, во время второй части чувствовала, как краски входят в меня и снизу, и сверху, во все чакры, они смешались световой такой гаммой. Вместе я прям наполнилась всеми цветами чакр внутри. И во мне такие слова прозвучали, как мое намерение. Я мир, и мир во мне. Вот такие слова были, внутри меня звучали. Вот. Еще увидела планету, и вокруг планеты я как сгусток энергии вокруг планеты вот прям вот сделала такие круги, вот как облетела эту планету нашу. И еще в середине практики почувствовала нервозность такую прям доходящую до какой-то злости. Это было минут пять. Потом это ушло, и через какое-то время я почувствовала, что даже увидела на внутреннем экране, как из меня выходит тигр такого оранжевого цвета, вот прям с полосками черными. И вот он из меня вышел и пошел, пошел куда-то в пустыню и обернулся, и пошел своей дорогой. Вот такая вот была картинка. Вот. И сейчас вот я, когда вот сейчас уже после практики, я ощущаю где-то в пространстве внутри себя фигуры геометрические, и в основном эти треугольники, которые, они как бы переворачиваются друг за дружкой, и такие становятся объемные, вот они вот. И вот это все я вот как-то все вперемешку, вот эти все геометрические фигуры. Вот. И состояние такого расширения, что я чувствую, что я внутри больше, чем я снаружи. Вот такое состояние. Благодарю за прекрасную практику. Просто с каждым разом я чувствую, что я больше и больше становлюсь, и становлюсь больше внутри. Вот я расширяюсь прямо вот внутри, это чувствую, как я там огромное становлюсь, именно внутреннее свое вот это ощущение. Все, заканчиваю. Благодарю Елене еще раз, благодарю Мариночка, благодарю Агата за прекрасную... Слов нет, у меня одни эмоции. Все. И благодарю всех участников за прекрасное пространство, в котором я нахожусь. Всего доброго. Хорошего дня всем. Да, у нас световое тело расширяется, пришли геометрические фигуры сакральной геометрией и множество кодов, и вы это будете распаковывать постепенно. Вы просто обнаружите буквально с сегодняшнего дня, что уже прошло другой уровень сознания, другие ощущения, другие реакции. Это уже произошел куантовый скачок. Пожалуйста, у нас буквально 9 минут. Кто еще хочет, нам нужно успеть на следующую сессию. Таня, к микрофону, Таня. Опять микрофон. Слышно, нет? Слышно? Слышно? Да, слышно. Ага, спасибо. Ну, я хочу поблагодарить всех наших прекрасных волшебниц, которые сегодня такое волшебство творили через них, творилось. Вот, я это все чувствовала. И первая практика, Мариночка, это ангел. Вот я ее принимаю как ангела, спустившегося с небес, такая красивая, с такими глазами. Это просто, да, светящаяся, светящаяся девушка, красавица. Вот, и у меня, да, у меня тоже получился рисунок. Я потом его сфотографирую, да, что там у меня получилось. Это рука моя тут нарисовала. Все. И, да, я чувствовала, как у меня прям вибрировало все тело. И первое, когда я присоединилась, у меня прям было такое какое-то ощущение какой-то неземной вот этой невероятной радости внутренней. Вот, то есть это было, ну, по всей видимости, вот энергия, да, которая подавалась, и так она на меня воздействовала. Вот, и сегодняшняя, следующая практика, она, я тоже почувствовала ее, как что-то такое, как бы очищающее, просветляющее, исцеляющее, многомерное. И я видела перед собой картинки сада благоухающего, яблоневого, который прямо вот, прям я почувствовала эту красоту, этот розовый нежный цвет и этот аромат, ну, просто, да, какое-то волшебство, да, перенеслась в какой-то другой мир. Вот, и тоже вот, как бы, такое ощущение наполнения светом и исцеления меня и все вокруг, и вокруг меня. Ну, то есть вот такое желание возникло исцеляться, исцелять других людей. Вот такое вот было у меня, что-то такое шло на каком-то уровне, ну, мне сейчас трудно это объяснить, ну, вот было такое. Вот, ну, всех благодарю за такую прекрасную практику, просто вас всех люблю и обожаю. Всем хорошего дня. Благодарю, благодарю, Танечка, благодарю. Пожалуйста, кто еще хочет, у кого есть возможность, время, желание, включайте микрофончик. Лена, можно мне сказать? Да, пожалуйста, включайте микрофон, хотите камеру включайте. Камеру, ну, ладно, включу. Я хотела сказать, тоже благодарю всех, и Агату, и Марину, и Леночку, и ваших координаторов, и Минель. И рисунок у меня вот такой вот примерно, но я его еще не доделала. Вот, но я по второй части хочу сказать, что я намереннее написала, вот, написала его, и вот по нему работала. Ну, не буду такие мелкие говорить, Ну, вот, я видела облако, такое небольшое, и фигура женщины, вот, как будто богоматерь шла, раз. Потом меня стало заливать правую часть таким толстым слоем, вот, как смолой, но это энергия была. Потом я увидела нейроны, вот, просто, как вселенная, вот, она же из этих блоков состоит, этих, или это нейроны были, или это эти, как они, кванты, вот. Ну, потом, знаете, вот, морозить стало, и потом, как меня, как кулаки, вот так вот зажало, 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 и я думаю, что это на мое намерение, чтобы я вот такая стала, вот. И потом я думаю о своей ситуации, там, сегодня, и мне идет, я правильно сделала, что сказала так, и тут чаши агаты как забили, и меня эта энергия так сильно обняла, вот, в области плеч, вот, грудь, и я думаю, что это было правильно. Вот такие вот у меня были ощущения сегодня, вот, и большое спасибо всем. Благодарю, благодарю, Людмила, у вас, как всегда, очень такое яркое видение, очень мощное чувствование. Благодарю. У нас буквально две минуточки, я, можно, попрошу Агату два слова сказать в заключение? Да, 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 спасибо большое. Да, 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 да. Да, 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 да. В общем, в конце концов, моя ремняка, у меня нет дия и не нач budget, здесь все, что я вижу в общей сесси. Я являюсь, очень рада, и эмоции, это возможность, у меня есть счастье,hot, и любовь, и любовь. Это все. Я очень рада Te встречу вас с этим увидим в общей сессию. Спасибо большое за все. Это сейчас ее такое состояние. То есть она даже работала, представляете, в процессе работы все равно она была в этом состоянии. Вот как работает, когда мы настроены на поток, на принятие энергии. Я думаю, что у нас одна минутка осталась. Я благодарю вас всех. Благодарю за участие, за то, что мы с вами вместе, за то, что мы поддерживаем планету нашими энергиями, за то, что мы в развитии, потому что это сейчас самое важное. Пробуждать в себе свет, расширяться в свете, принимать еще больше света и нести этот свет в пространство, к людям, планете. Таким образом, мы заменяем старую энергию и старую матрицу, мы заменяем на совершенно новую реальность. А для этого нам нужно объединение, вот для этого нужны нам наши сессии, потому что объединяясь, мы усиливаем пространство света. Я благодарю вас всех и до скорой встречи в следующий четверг. Пока-пока всем!